День рождения российский Дед Мороз отметил 18 ноября. Поздравления пришли со всей страны. Хотел приехать поздравить старшего брата и симбирский Дед Мороз из Ульяновска. Но случилась заминка, и поволжский волшебник опоздал. Лишь в понедельник, 22 ноября, оба Деда Мороза наконец встретились. Ну, здравствуй, брат! Здравствуй, брат! Дорогой, дорогой, дорогой! Как добрался? Ой, долго-долго, но добрался до тебя. Все же здорово здесь, в Великом Устюге, видеть мне симбирского Деда Мороза. И это просто здорово! Симбирский Дед Мороз поселился в Ульяновске. И уже с 2017 года радует маленьких жителей Поволжья. Так же, как и у его старшего брата, у зимнего волшебника есть свой зоопарк. Свой день рождения он отмечает незадолго до Нового года, 7 декабря. Визит в Великий Устюг Симбирский Дед Мороз начал с поздравления с наступающим Новым годом. Дорогие жители Великого Устюга и Вологодской области, я, симбирский Дед Мороз, искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, всяческих успехов в ваших нелегких делах. Всего вам доброго. Верьте, что все будет хорошо. Именно встреча Нового года и организация праздничных торжеств и стала основной темой для обсуждения для двух братьев-волшебников. Ведь до самого главного зимнего праздника осталось чуть больше месяца. А сделать необходимо еще так много. Каждая секунда, с каждой минутой этих писем все больше и больше. Как же ты справляешься-то? Своему младшему брату Дед Мороз из Великого Устюга устроил небольшую экскурсию по сказочному терему. Показал и свой рабочий кабинет, и лабораторию по изготовлению снежинок. Не обошлось и без подарков. Дед Мороз из Великого Устюга подарил симбирскому Деду Морозу книгу сказок и елочную игрушку. А вот что было в шкатулке волшебника из Поволжья, осталось секретом. Илья Ковалев, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».